Девушки отдыхают И с большими мы бы просто были счастливы Их тогда тяжело было бы носить с собой Но думаю, с этим женщины бы справились Ходят же женщины на каблуках Да? И с чего же мы начнем? Система работы будет такая Мы одновременно не только будем выбирать тушь Мы хотим, чтобы каждый из зрителей проявил свои знания Насколько адекватно он разбирается в туши Насколько четко понимает, какая кисточка для чего предназначена На вас же, дорогие наши гости Мы сейчас и проверим, насколько эти кисточки работают Итак, первую тушь, которую мы проверим и определим Ну, давай начнем с вот этой вот наиболее привычной кисточки Как вы думаете, для чего предназначена тушь с таким типом кисточек? Варианты ответа Удлиняющая Удлиняющая Еще варианты Есть еще варианты Для объема Натуральная тушь Вот это самый правильный ответ Я разворачиваю и мы видим, что у нас здесь Natural look Натуральный вид Она не добавляет объема, она не добавляет длины Она только ваши натуральные ресницы прокрашивает в какой-то насыщенный цвет Черный, коричневый, серый, в зависимости от того, что вы любите И поскольку ты говорил, что сейчас в моде естественный вид То, наверное, эта тушь актуальна Да, она подойдет девушкам со светлыми волосами и, соответственно, светлыми ресницами Когда не нужно добавлять объема, не нужно добавлять длины Нужно просто реснички прокрасить, чтобы они приобрели цвет И, как я и обещал, зеркало, тушь И будем проводить на вас эксперимент Держите Красьтесь Какой ты сегодня динамичный Это тюбики на тебя так влияют Это на меня влияет, кстати, запах туши Серьезно? Да Очень важный элемент Некоторые девушки отмечают, что тушь нужно выбирать по запаху Чем более насыщенный запах ацетона присутствует Тем, значит, более стойкая, более долгоиграющая и так далее будет тушь На самом деле, это очень сильное заблуждение Тушь не должна практически пахнуть То есть запах должен быть крайне-крайне нейтральным, невыраженным Если присутствуют какие-то отдушки, какой-то насыщенный парфюмерный запах Есть подозрение, что при помощи этих отдушек Производитель просто замаскировал какой-то ацетон Слушай, и самое ужасное, что от туши часто бывает аллергия Поэтому нужно и на запах ориентироваться, и на состав, но и на кисточку, да? Да, чем более насыщенный запах, тем больше вероятность аллергии Но вернемся к типам кисточек Вот, которая ближе к тебе, как ты думаешь, для чего она предназначена? Помогите мне! Подкручивает? Подкручивает Удлиняющая Правильный ответ Удлиняющая! Это... Это тушь удлиняющая За счет чего происходит удлинение? Во всех удлиняющих тушах содержатся тонкие, либо нейлоновые, либо силиконовые волокна Которые прилипают к нашим ресничкам и добавляют им длины В вот это пространство между щетинками забивается тушь вместе с вот этими волокнами И затем, когда реснички у нас разделяются, как бы при помощи расчески вот этой кисточкой на несколько потоков К этим потокам хорошо прикрепляются вот эти вот искусственные волокна, которые добавляют нашим ресничкам длины И это действительно работает? Это действительно работает, но чтобы убедиться в этом еще раз, мы проверим На вас же вы угадали, вы пробуйте Следующая кисточка, по-моему, знакома всем нам И мы без труда узнаем, что же это за особенная кисточка такая Кто догадался? Густая коническая форма Такая коническая, очень густая кисточка Знают практически все, пожалуйста, вы первая Это щеточка для объема Для объема! Правильный ответ Такая кисточка за счет своей формы прокрашивает все реснички Более тонким краем мы можем прокрасить те реснички, которые у нас находятся ближе к внутреннему уголку глаза, более короткие Более широким мы щедро прочесываем более длинные ресницы, которые располагаются к внешнему уголку глаза И такая кисточка всегда содержит воск, либо силикон, который обволакивает каждую ресничку И за счет того, что эта щетка очень густая, чем более она густая, тем более тщательно каждая ресничка будет обернута вот этим вот воско-силиконовым составом И, соответственно, тем больше будет объема Давайте даже поприветствуем нашу любимую кисточку для объема! И вас, счастливица! Сейчас мы в действии увидим, как это работает Хорошо Когда мы говорим об объеме наших ресниц, это значит, что они стали толще Да Есть кисточка, которая делает их длиннее Да А где та волшебная кисточка, которая увеличивает объем и длину, ну, например, хотя бы раза в три? Ну, вот эта штанга перед тобой, как бы угрожающе она не выглядела в увеличенном таком размере Это одна из самых популярных среди украинских женщин видов туши С одной стороны мы имеем какую-то базу, которая у нас добавляет объем Эта база может быть прозрачной, эта база может быть белой С другой стороны мы имеем более густую кисточку, которая тщательно эту базу покрывает красящим составом Считается, что при помощи такого двухфазового нанесения удается получить действительно эффект накладных, густых, ровных ресниц Странно, как-то ты их показываешь, Рома Ну, вот приблизительно так они выглядят, потому что, когда наносится толстый слой базы, реснички очень быстро слипаются И получается эффект паучьих лапок, к сожалению Кто хочет попробовать свои ресницы накрасить вот такой великолепной кистью с двойным эффектом? Рома, выбирай Я вижу девушку с замечательными черными волосами, и я думаю, что ей густые накладные ресницы пойдут Только аккуратно Почему накладные? Ну, потому что данная тушь создает эффект накладных ресниц, как говорят нам производители И, кстати, единственный недостаток, если вы выбираете такую двухфазовую тушь, иногда в маркетинговых целях часть, которая добавляет объем, делают насыщенного белого цвета К сожалению, когда тушь в ходе ношения начинает осыпаться, иногда проявляется такой белесый эффект Не очень красиво Не хотелось бы Ну и еще, мне кажется, очень важно, когда хранишь тушь в тюбике, тщательно ее закрывать Сколько тюбиков было испорчено из-за того, что мы не прикрывали тушь полностью, и она просто-напросто высыхала Потом невозможно было пользоваться Да, некоторые производители даже специально вводят такой механизм, который дает щелчок То есть, когда вы закрываете тушь, вы должны услышать щелчок, для того, чтобы вы четко поняли, тушь закрыта полностью Но в любом случае тушь дольше, чем 3-4 месяца использовать нельзя После того, как мы ее открыли Да, после того, как мы ее открыли Потому что в туши очень быстро заводятся различные бактерии Тушь, как правило, не содержит огромного количества консервантов, потому что находится близко к глазам Если туда вбухать много консервантов, это будет вредить нашим ресничкам И чем более качественная тушь, тем более деликатны у нее составы К сожалению, тем меньше она живет Ну и пока у нас не закончились идеи, что вот это за волшебная кисточка? Ну все же ее знают, все видели рекламу Это силиконовая кисточка, которая делает все и добавляет и объема, и длины, и прочесывает И даже слегка массирует ваши ресницы, доставляя вам неописуемое удовольствие Хорошо, что ей можно только ресницы массировать Ну некоторые не только ресницы пробовали ей массировать Силикон рулит, а правда ли, что он такой волшебный? Для того, чтобы понять, насколько он волшебный, я думаю, имеет смысл провести эксперимент Кто хочет силикона? Есть желающие Хорошо, давайте попробуем Держите Спасибо Если верить рекламе, то силикон это просто какое-то чудо, которое должно спасать нас от всех бед И объем, и длина добавляется Но, к сожалению, такая кисточка, как показывает мой опыт визажиста, не всегда работает Потому что, как правило, она довольно редкая И если у вас реденькие реснички, то вам больше подойдет вот такая вот густая кисточка Natural look, о которой мы говорили в самом начале И всегда лучше выделять какую-то одну проблему, которую вы решаете Если у вас ресницы тонкие, то лучше сделать упор на объем, а не на длину Потому что, если сделать упор на оба фактора, то реснички слипнутся и получится 3-4 жирных, толстых, но всего 3-4 Как у Романа Карцева было А вчера 5 Кстати, о ценах Какая ценовая политика должна нас устроить, как покупатели? Мы хотим, чтобы тушь была качественной и в то же время не переплачивать за это На самом деле все зависит от задачи, которая стоит перед тушью Если вы хотите выбрать тушь, которая просто будет окрашивать ваши ресницы, то есть натуральную natural look То, в принципе, за 60-100 гривен можно найти качественную тушь Если же вы ставите перед тушью какую-то более технологичную задачу, то, соответственно, она будет стоить дороже Самые дорогие – это удлиняющие туши Цена их может быть довольно высока 150-200-250 гривен И ты обещал еще рассказать о составе туши для ресниц В состав тушь всегда входит красящее вещество какое-то Марки, которые делают акцент на натуральности, как правило, используют сажу В качестве консерванта может использоваться спирт, может использоваться мыло Разумеется, присутствует вода Но если тушь влагостойкая, либо водоотталкивающая То там может содержаться какое-то масло и какая-то смола, которые, с одной стороны, будут сохранять эластичность туши, с другой стороны, будут отталкивать влагу И очень часто производители в тушь добавляют, как приятный бонус, какие-то уходовые компоненты Это может быть касторовое масло, это могут быть витамины А, В, Е и так далее, которые у нас питают волосы, питают реснички И сейчас появились даже туши, которые обещают, что от регулярного применения ваши ресницы станут более густыми Опять врут? Нет, не всегда врут, но такие туши, к сожалению, стоят довольно дорого Такую тушь найти дешевле, чем за тысячу гривен, не получится Тушь за тысячу гривен? И так и бывает, Эш А почему на той волшебной коробочке с силиконовой кисточкой ничего не написано? Потому что, как правило, силиконовые кисточки нам обещают комплексное решение всех проблем Не поместится просто, надо Да, иногда производители, конечно, выносят, но чаще всего такие туши называются как-нибудь там Суперобъем, супердлина, XXXXXXL и так далее и тому подобное И как всегда, чем больше называют размер, тем меньше нужно верить Всегда нужно адекватно понимать, удлинить свои ресницы больше, чем на 2-3 миллиметра невозможно Если у вас свои реснички по одному миллиметрику, вот таких вот накладных лопаток, как в рекламе, не получится Единственное, чему стоит верить, вот такая тушь с силиконовой кисточкой может быть очень эффективна, если речь идет о лечебной укрепляющей туши Потому что она выдает щедрую порцию туши, которая может замечательно питать наши ресницы При помощи чего питаются ресницы? Это ланалин, сильно увлажняющий компонент, который у нас часто встречается в косметике, в том числе в кремах для рук, для лица и так далее Это меланин, красящий пигмент, который защищает ресницы Он тоже присутствует у нас в коже, он не враждебен к человеку, он не вызывает аллергии Разумеется, кератин, который содержится в наших волосах, который тоже может присутствовать в туши для ресниц, который укрепляет ресницы и делает их более блестящими И это те надписи, которые обрадуют нас на упаковке Да, внимательно читайте состав, всегда внимательно смотрите страну производителя Всегда проверяйте, чтобы тушь была плотно закрыта, потому что если ей пользовались до вас, высока вероятность, что туда попали какие-то бактерии На слизистые глаза бактерии размножаются очень быстро И разумеется, свою тушь не давайте никому пользоваться Как правильно выбрать тушь в магазине? Во-первых, нужно четко поставить перед собой задачу, какую именно тушь вы ищете для объема, для длины Во-вторых, когда вы уже выбрали какого-то производителя, всегда присутствуют пробники Не стесняемся, открываем пробничек и наносим себе полоску либо на руку, либо на салфеточку Если есть гладкая салфетка, без рисунка, без такого продавленного Гладкая салфетка, либо гладкая бумага Линия, которую вы проведете, не должна содержать комочков Она должна быть приблизительно однородно окрашена То есть, если вы видите такую гелевую субстанцию, которая делает отдельные части линии более насыщенными по цвету В других местах, наоборот, получается практически прозрачный эффект Такая тушь на ресницах будет вести себя непредсказуемо Чтобы получить действительно объемные ресницы, вам придется нанести 150 слоев До того, что ресницы под своим весом начнут опускаться просто Раз уж мы заговорили о множестве слоев, которыми можно нанести тушь То давай-ка обратим внимание на наших помощниц Остановим этот процесс Да, потому что тушь может просто закончиться Если девушки слишком увлеклись Накрасили ресницы? Итак, девушки, кто использовал тушь с силиконовым наконечником? Прошу к нам Становитесь сюда рядом со мной Вы видели себя в зеркало? Как вам эффект? Очень хорошая тушь Очень хорошая тушь Мы видим, что тушь легла довольно густо Но при этом, за счет того, что реснички тоненькие, иногда местами она скомковалась Кстати, если у вас реснички начинают слипаться При себе хорошо иметь чистую кисточку для туши, которой можно их быстренько разделить Некоторые девушки делают это иголочкой, но иголочкой все-таки опасно близко к глазу подносить Поэтому лучше от старой туши берем кисточку обычную, вымываем И если реснички слипаются, пока они не засохли, быстро их прочесываем Это даст действительно хороший разобранный эффект Спасибо вам Спасибо большое Следующий тип туши – Natural Look Натуральный эффект Прошу к нам Итак, давайте я посмотрю на ваши волшебные реснички Ну, вы, смотрю, наносили щедро, и реснички начали слипаться, да? Ну, немножко щедро Да, реснички начали слипаться, и при этом мы видим, что у нас не очень равномерно такая тушь ложится на ресницах Присутствуют небольшие комочки Тушь для натурального эффекта наносится в один, максимум два слоя Если вы пытаетесь при помощи этой туши решить другие проблемы, возникают какие-то побочные эффекты в виде слепания комочков Поэтому аккуратненько А сколько вы слоев нанесли? Ну, так, между нами девочками Ну, где-то два-три Два-три, ну, то есть пять-шесть Значит, одного нужна была достаточно А следующая у нас удлиняющая У кого была удлиняющая тушь? Прошу к нам Становитесь Итак, давайте посмотрим на ваши реснички Действительно удлинение произошло Да, удлинение произошло, да Но как побочный эффект, иногда вот эти волокна, которые содержатся в туши, у нас, во-первых, слепаются, во-вторых, очень часто отпечатываются Оставляют такие очень тяжело выводимые пятнышки навеки Поэтому лучше такую тушь наносить, держа глаза полузакрытыми То есть вы смотрите ровно перед собой Не полностью открывая глаз, потому что некоторые девушки выпучивают вот так глаз и выкручивают тушь Смотрим ровно перед собой и аккуратно наносим эту тушь, дожидаясь, пока она высохнет, чтобы не было отпечатков навеки Так, и у кого у нас была тушь для объема? А, тут замечательно, у нас же тут близнецы Боже, какая прелесть Я смотрю, где-то я ее видела Это из-за туши, да, Рома? Вы наносили ее на все тело А здесь мы видим, что действительно тушь для объема сработала Но если ее наносить очень щедро, как сделали вы, сколько здесь слоев? Ну, где-то три Где-то три Опять же, пять-шесть Да, то есть если ее наносить очень щедро в несколько слоев, то получается как раз эффект таких коротких, но довольно толстых ресниц Поэтому с объемной тушью можно ее пощедрее нанести на основание, но на кончиках пускай будет один слой Ну и у кого же была эта чудо-штанга? А-а-а! Так, идите к нам Наконец-то и я смогу все рассмотреть Чудо-эффект Налицо Кстати, очень хорошо получилось Действительно, тоже сработало Я не вижу здесь большого количества объема Но при этом удлинение прошло просто на отлично А вы сами довольны результатом? Да, мне нравится Лучше, чем всегда? Ну, да Единственный вопрос еще Вопрос моделирования формы Очень многие девушки хотят, чтобы реснички Вот так расходились в разные стороны И когда красят, кисточку тянут немножечко в сторону От этого реснички, к сожалению, только слепаются Поэтому, если вы модулируете форму Используйте щипчики для ресниц До нанесения туши Потому что, если вы уже накрашенные ресницы зажмете щипцами Они от этого могут сломаться Ого! Вот так Ты решил на грустной ноте закончить этот интересный рассказ Нет, ну, по-моему, все красотки Абсолютно точно А я для себя уяснила, что для того, чтобы сделать красивые ресницы Нам нужно три компонента Хорошая тушь, подходящая кисточка И знание, какие же, собственно, у нас ресницы Да, и поменьше слоев Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!